Покупать акции и их копить, чтобы потом жить на дивиденды – дело хорошее, но на пути к этому очень бы хотелось получать сами дивиденды и желательно приличные. В сегодняшнем видео мы продолжим прогнозировать возможность выплаты дивидендов российскими компаниями в 2024 году по итогам работы за текущий год. Ведь именно в этом году российский рынок может стать одним из самых привлекательных в мире с точки зрения дивидендной доходности. Приветствую вас на канале, посвященном инвестициям в акции Cashflow – ваш денежный поток. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк авансом, ведь возможно именно эти акции вы решите добавить в свой инвестиционный портфель. Все точки входа, уровни от которых нужно покупать все эти акции будут в нашем телеграм-канале, ссылку вы найдете в описании. Итак, на УН первыми приходят компании, у которых все в порядке с бизнесом и устойчивостью денежного потока, и которые могут часть прибыли направить на дивиденды. Магнит, один из лидеров продовольственного ритейла России, завершает процедуру выкупа собственных акций в рамках тендерного предложения у инвесторов-нерезидентов по фиксированной цене, которая предполагает дисконт в 50% к рынку. Тендерное предложение о выкупе акций Магнита изначально заключалось в приобретении дочерней структуры компании Магнит до 10% акционерного капитала с дисконтом к рыночной цене. Учитывая повышенный спрос со стороны инвесторов-нерезидентов, которые пожелали воспользоваться таким предложением, компания приняла решение увеличить объем тендерного предложения в три раза до почти 30% от капитала. Выкуп проходит в несколько этапов и пока идет более чем успешно. По предварительным итогам в рамках тендерного предложения в общей сложности акционерам было предъявлено к выкупу почти 70% предложения. Общий денежный итог выкупа при полном спросе составит 48 миллиардов рублей. Пока Магнит занят финансированием выкупа своих акций, но после завершения выкупа и изменения структуры управления, учитывая сильные финансовые показатели Магнита за 2022 год и часть 2023 года, компания может рассмотреть вопрос выплаты дивидендов за прошлые отчетные периоды ближе к концу текущего или, скорее всего, в следующем календарном году. Кстати, друзья, если вы не готовы долго ждать прибыли от дивидендов, а хотите активно торговать, то приходите к нам в канал с сигналами и зарабатывайте вместе с нами, причем абсолютно бесплатно. Только за прошлую неделю мы заработали на акциях Селегдара плюс 14%, а Озон принес 10% прибыли всего за 4 дня. Ссылку на канал с сигналами оставим в описании. Далее. Московская биржа опубликовала хороший финансовый отчет за второй квартал текущего года по МСФО. Общие комиссионные доходы выросли на 48,1% год к году на фоне роста объема торгов во всех сегментах бизнеса компании. Общие процентные доходы ожидаемо снизились после перехода денежных средств на счетах типа С в распоряжение агентства по страхованию вкладов. Значительный потенциал роста процентных доходов на остатки на счетах на второе полугодие сохраняется из-за цикла повышения ключевой ставки Центробанком. Чистая прибыль Мосбиржи выросла на 46,2% год к году из-за эффекта низкой базы прошлого года. Компания на ежемесячной основе в текущем году демонстрирует рост интереса и объемов торгов на своих торговых площадках. В акциях компании может быть существенная переоценка из-за двух важных факторов на перспективу. Во-первых, развитие новых направлений бизнеса и запуск новых биржевых и внебиржевых продуктов, которые могут заинтересовать новую аудиторию и увеличить объемы торгов биржи. Во-вторых, компания во второй половине года может представить новую стратегию работы и развития, а также дивидендную политику, в которой станет больше ясности с дивидендами на ближайшее будущее. У московской биржи есть финансовая возможность платить высокие дивиденды, но компания пока опасается экономической нестабильности, а также указывает на то, что против высоких дивидендов выступает Центробанк, мотивируя это первостепенной задачей обеспечения должного уровня ликвидности. Мосбиржа сохраняет потенциал роста финансовых показателей и возможной выплаты повышенных дивидендов в 2024 году. Банк ВТБ Да-да, вы не ослышались. Несмотря на то, что практически весь менеджмент банка высказался о невозможности выплаты дивидендов, мы считаем, что в следующем году банк может сделать такой неожиданный поворот в сторону акционеров. Логика в таком решении потенциально есть. Во-первых, банк завершил бесконечную череду дополнительных эмиссий и акций, во-вторых, Центробанк может дать зеленый свет такому решению, так как период поддержки и помощи банку завершен. В-третьих, банк по косвенным признакам нормализовал структуру своих активов, и самое главное, в-четвертых, банку ВТБ есть из чего платить дивиденды. Финансовый отчет за второй квартал подтверждает устойчивый выход банка на траекторию роста. Чистые комиссионные доходы выросли на 42,6% квартал-кварталу текущего года. Чистые процентные доходы выросли на 12,3%. Чистая прибыль за квартал составила 142,6 млрд. рублей. Рентабельность капитала при этом составила 37%. Чистая прибыль по итогам полугодия – 289,8 млрд. рублей. Кредитный портфель бизнеса подрос на 6,6% за квартал. Кредитный портфель розничного блока на 5%. Средства юридических и физических лиц на счетах и во вкладах с начала года демонстрируют устойчивый рост в пределах 10%. ВТБ продемонстрировал уверенные цифры финансовой отчетности за квартал и может превзойти свои прогнозы по чистой прибыли по итогам года. Комиссионные и процентные доходы показали стабильный рост. Друзья, если вам такой формат нравится, то давайте вместе с вами наберем рекордные 3000 лайков, что будет отличной мотивацией делать новые видео для вас. Государство может дать отмашку к возобновлению дивидендных выплат в следующем году компании Ростелеком, одному из лидеров телекоммуникационного сектора, которая после долгого затишья представила качественный финансовый отчет за второй квартал и первое полугодие 2023 года. Выручка за квартал выросла на 14%, выручка за первое полугодие на 15% год-году. Чистая прибыль за полугодие составила 26,9 миллиардов рублей, при этом свободный денежный поток за полугодие составил 73,6 миллиардов рублей. Рост показателей вселяет оптимизм в инвесторов компании Ростелеком. Они могут рассчитывать на дивиденды по итогам прошлых отчетных периодов, хотя конкретных планов и сроков менеджмент не озвучил, а сфокусировался на росте финансовых и операционных метрик. Компания продолжает свое развитие и расширение бизнеса в сегменте мобильной связи и цифровых сервисов. Потенциальные дивиденды компании Ростелеком – еще один ручеек государственных доходов. Помимо текущих вводных, есть фундамент на будущее в виде стратегии по развитию отрасли связи до 2035 года от Минцифры. Одно из предложений министерства – ввести ежегодную индексацию тарифов на связь для повышения инвестиционных возможностей операторов. Операторы смогут повышать тарифы выше инфляции, что положительно скажется на доходах. Неожиданно приятные и обнадеживающие новости пришли от компании ММК. Во-первых, по информации Всемирной ассоциации производителей стали, крупнейшей международной ассоциации на рынке, производство стали в России по итогам июля 2023 года увеличилось на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 6,3 миллиона тонн. За 7 месяцев текущего года производство стали в России выросло на 2,8%, до 44,2 миллионов тонн. Рост спроса вызван устойчивым запросом со стороны строительной, машиностроительной и производственной отраслей. Во-вторых, на фоне восстановления производства и роста внутреннего спроса, компания ММК рассчитывает в 2023 году отгрузить рекордный объем продукции на рынок РФ и стран СНГ. Производство по итогам года может составить около 12 миллионов тонн стали. Устойчивый спрос, рост внутренних цен, восстановление поставок, а также увеличение доли высокомаржинальной продукции и стабилизации цен на прокат говорят за будущие стабильные операционные и финансовые показатели ММК по итогам текущего года. В-третьих, представитель компании ММК обозначил вероятность возвращения к вопросу обсуждения дивидендных выплат уже в декабре текущего года. Высокая вероятность, что в текущем году будут только обсуждения, а вот в следующем уже можно будет рассчитывать на выплаты, и это несмотря на то, что в недавнем прошлом крупнейший акционер компании Виктор Рашников был против подобного рода инициатив. Финансовые успехи компании и возврат к полной загрузке производственных мощностей может помочь компании решить положительный вопрос с возвратом к выплате дивидендов. Из нефтяного сектора большая ставка на следующий год на компанию «Газпромнефть». Денежные средства будут нужны «Газпрому» и государству. Компания порадовала своих акционеров предыдущей дивидендной выплатой, и есть предположение, что тенденция продолжится. За такое развитие событий – возобновление публикации финансовой отчетности компанией. Несмотря на то, что выручка снизилась по итогам первого полугодия 2023 года на 15%, а чистая прибыль на 38%, итоговые цифры весьма неплохие. Чистая прибыль за полугодие составила 306 миллиардов рублей. На итоговые показатели повлияла курсовая переоценка и давление, которое сохранялось на российскую нефть в первые половины года. Финансовые показатели за первое полугодие не выглядят фантастическими, при этом радует сам факт возобновления публикации финансовой отчетности. Надо учитывать, что с растущими ценами на нефть, сокращением дисконта на российский сорт и ослаблением рубля второе полугодие может быть в финансовом плане у компании намного лучше первого, с соответствующей корректировкой дивидендов в сторону их увеличения. Компания Global Trans сфокусирована на обеспечении грузопотока в восточном направлении. Последние деловые контакты лишь подтверждают устойчивые позиции в этом направлении и задел на будущее. Global Trans наращивает свою долю и влияние на рынки железнодорожных перевозок в России и за рубежом. Компания занимает долю рынка более 8% всех грузоперевозок в России. Акционеры компании на внеочередном собрании утвердили перерегистрацию компании с Кипра на свободную экономическую зону Абу-Даби. С высокой долей вероятности в текущем календарном году компания будет заниматься юридическими вопросами, связанными с переездом. А вот к концу года может поднять вопрос о дивидендах, которые потенциально могут быть выплачены в следующем году. Если компания примет такое решение, дивиденды могут быть очень крупными за счет накопительного эффекта и превысить цифру в 20% годовых. Менеджмент косвенно подтвердил такую вероятность. Компания Фосагра не раз заявляла о приверженности дивидендным платежам своим акционерам. Не исключением должен стать и следующий год. Пока цены на удобрения на глобальных рынках под давлением, компания наращивает производственные мощности и поставки на внутренний рынок. Компания отмечает стабильный спрос и поставки. Нельзя не сказать и о девальвации рубля, которая явно на руку экспортеру. Компания Фосагра отчитывается о значительном росте экспорта удобрений в новые для себя направления сбыта, в частности, в Азиатском регионе и Латинской Америке. Менеджмент Фосагра подтвердил уверенный производственный план на текущий год, но пока не спешит давать прогнозы финансовых показателей, учитывая внешнюю конъюнктуру цен. Но складывается ощущение, что руководство компании, учитывая, что Фосагра является циклической компанией, ждет нового цикла роста цен на удобрения и активно готовится к нему. Компания Фосагра ранее заявила об отсутствии планов по смене дивидендной политики. Умеренные показатели чистой прибыли и свободного денежного потока позволят компании выплачивать дивиденды, а на следующем цикле роста даже увеличить их. Кстати, друзья, совсем забыл сказать, что это вторая часть видео, посвященной теме дивидендных акций. Ссылку на первую часть я оставлю в описании. Следующая компания, на которую можно с уверенностью сделать дивидендную ставку на следующий год, компания Белуга. Новое название – Новобев. Менеджмент компании не раз заявлял о желании и возможности платить и увеличивать дивиденды своим акционерам и подтверждает свои слова делом. Совет директоров компании Белуга объявил рекомендацию по промежуточным дивидендам в размере 320 рублей на одну обыкновенную акцию по итогам работы за первое полугодие 2023 года. Общая цифра возможной выплаты может составить более 3,6 миллиардов рублей. Это больше всей чистой прибыли компании по итогам первого полугодия согласно отчету по МСФО. Компания продолжает баловать своих инвесторов космическим ростом дивидендов с низкой базы, но окончательное решение по промежуточным дивидендным выплатам должно принять внеочередное общее собрание акционеров компании, которое должно состояться 18 сентября. В случае утверждения рекомендации Совета директоров, дивидендная доходность за полугодие потенциально может превысить отметку в 5% годовых. Это даже больше, чем самый оптимистичный сценарий, который закладывал рынок. Но это выплаты в этом году. Компания Белуга продолжает рост, инвестирует деньги в развитие и формирует надежную базу для расширения сети и будущих выплат в следующем, 2024 году. Последняя компания в нашем топе – вишенка на торте дивидендного пирога на российском фондовом рынке компания «Сургутнефтегаз» – привилегированные акции. Ставка на следующий год для инвесторов, готовых к риску. Почему и при каких условиях ставка может сработать? Во-первых, серьезное ослабление рубля, которое автоматически приносит доход в виде валютной переоценки. Если предположить, что валютная кубышка цела, компания зарабатывает значительный профит от девальвации рубля. Во-вторых, финансовые показатели относительно уверенны. Помимо этого, рост цен на нефть вместе с сокращением дисконта на российский сорт явно положительный для финансовых показателей «Сургутнефтегаза». В-третьих, по словам профильных экспертов, цены на черное золото могут продолжить рост на фоне роста глобального спроса и сокращения добычи картелем ОПЕК+. В-четвертых, рост котировок может быть вызван покупками инсайдеров, особенно если учесть закрытый характер компании. Компания «Сургутнефтегаз» по итогам текущего года может выплатить существенные дивиденды за свои привилегированные акции в 2024 году. Ожидания инвесторов вдвойне понятны, так как в текущем году по итогам работы за прошлый год дивидендные выплаты разочаровали акционеров. Все компании, представленные в этом видео, интересны по-своему, но важно дождаться хороших точек входа, чтобы в них заходить значительной частью капитала. Именно их мы опубликовали в телеграм-канале. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал.